всем добрый день давайте начинать того мы сегодня с вами продолжаем говорить про поведенческие паттерны выключить свет плохо видно сегодня мы с вами снова поговорим про команду медиатор интерпретатор и итератор вернемся в команде для того чтобы все-таки формализовать то что это такое зачем этот паттер нужен в каких ситуациях его лучше применять собственно на этой диаграмме видно вообще зачем команда нужна хорошо паттерн команды это тот паттерн который применяется в том случае когда вам нужно каким-то образом сохранить действие как объект соответственно пользователь хочет сделать какое-то действие он хочет грубо говоря дать вам задание на выполнение этого действия вы создаете объект команда который сохраняете это действие которое необходимо сделать то есть как это должно выглядеть да есть некоторая абстрактная команда некоторый абстрактный класс команда есть как как мы любим какая-то конкретная реализация конкретная команда который есть метод который есть метод экзекьют и фактически клиент может создать какую-то конкретную команду и передать ее вашей системе на исполнение и соответственно там ресивер который получает от пользователя эту команду может собственно этот запрос выполнить и дальше эту команду выполнить ну в принципе вот эта диаграмма она не очень показательно в том плане что ну паттерн командам не ограничивается только вот таким фактически как мы же с вами говорили в прошлый раз как говорили при цепочку обязанностей что команда это может быть просто некоторые определения какого-то действия дальше в зависимости от типа команды выбирается обработчик который и делает сама по себе команда может не содержать каких-либо данных это просто тип команды которые нужно выполнить ну например там пользователь хочет авторизоваться то есть он не придает вам там логин пароль он говорит просто я хочу авторизоваться и в процессе выполнения команды вы должны мы там предоставить например какую-то форму авторизации там например коды снова не интересно интересно вот это что чем команда как она взаимодействует с другими паттернами в первую очередь команда очень хорошо и классно компонуется вместе с прототипом помните да паттерн прототип что мы не каждый раз создаем некоторый объект есть тем более он достаточно тяжеловесный мы имеем некоторый прототип дальше просто делаем его копию и после этого мы его до определяем специфичными данными именно для этого объект ну то есть мы не заранее конструируем просто определяем вот команда если мы говорим про сценарий использования команды что у вас она одна и содержит какие-то там данные при этом сама по себе команда достаточно объемно ну то есть например в ней содержится много служебной информации например текущее состояние сервера текущие дата там текущее там подключение там прочее 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 какие-то там конфиге служебной от пользователя зависит только оди пользователи то наверное вам логичнее иметь эту команду как не создавать его каждый раз заново когда приходит новый пользователь а просто иметь некоторый прототип, который уже заполнен служебными данными. И когда пользователь заходит, вы просто делаете копию, вносите только пользовательские данные, например, ID пользователя, и продолжаете работу. Поэтому команда очень здорово с прототипом дружит. Именно в таком сценарии. А паттерн команды стоит отличать от паттерна стратегии, потому что это все-таки о разном. Команда — это именно некоторое действие, которое нужно каким-то образом обработать, сохранить, например, или выполнить. Стратегия же — это некоторые. Это паттерн, который определяет поведение в какой-либо части вашего механизма. То есть, беги сюда — это паттерн. О, беги сюда — это команда. А вот в этом алгоритме сортировку делай кусортом — это вроде бы как стратегия. Но зависит от того, как вы это говорите. Если вы говорите, что в этом алгоритме сортировку делай кусортом, а не там радиксом или еще чем-то, или мерш сортом, да, то тогда это стратегия. А если же у вас это выглядит в плане, что вот есть некоторый механизм, тут пользователь захотел посерединке еще отсортировать данные, то это скорее команда, чем стратегия. Их нужно отличать. Может, свет включить? Мне кажется, если я включу свет, тут будет все засвечено. Я же только что, кажется, выключил его. Вот. Когда, собственно, рекомендуется использовать паттерн команд? Помимо той общей фразы, которую я говорил, что когда мы хотим сохранить действие как объект, можно формализовать еще так, что когда вам необходимо параметризовывать объекты в выполняемом действии. То есть, например, снова мы говорим, что пользователь делает некоторый запрос, его запрос попадает в некоторый хендлер, который этот запрос обрабатывает. Даже не хендлер, а если мы посмотрим на вот эту схему, какой-то ресивер, который получает этот пользовательский запрос. Допустим, у нас как сделано? Что у нас ресивер получает пользовательский запрос, и внутри себя хранит какой-то набор хендлеров, которые разные действия пользователя обрабатывают. Собственно, тогда вот эта формализация, что когда вам необходимо параметризовывать объекты выполняемым действием, это как раз ситуация, когда ресивер вы параметризуете командами пользователя, и в зависимости от этих команд будут вызываться разные хендлеры. То есть, это можно рассматривать и так, что запрос пользователя, это не запрос на действие, не непосредственно действие, а это просто параметризация ресивера. И ресивер, в зависимости от этого, разные хендлеры в разном порядке вызывает. Вот для этого очень удобно использовать команду. Второе, это когда вам необходимо ставить действия в очередь, либо передавать их, либо как-то хранить, и т.д., и т.п. Но это как раз-таки пример с цепочкой обязанностей. Помните, мы говорим, что с цепочкой обязанностей мы сохраняем последовательность команд и по очереди их выполняем. Если на какой-то команде что-то не получается, что-то ломается, то на этом цепочка перестает выполняться в целом. Вот это как раз-таки та ситуация, когда мы должны операции выполнять по очереди. Поэтому гораздо удобнее, конечно, использовать паттерн команды и сохранять их, грубо говоря, в некоторый массив или список, и по нему последовательно эти команды выполнять. Если же у вас нет ничего, что намекает вам на то, что хотелось бы использовать паттерн команды, как вы должны действовать? Не надо лепить этот паттерн везде, где только можно. Если у вас действие пользователя однокомпонентное, то есть одна функция в одну единицу времени, если вам не нужно эти команды сохранять или ставить их в расписание, или кэшировать, или что-то, вы просто хотите выполнять действие, то не создавайте эту лишнюю сущность. Тогда просто при возникновении действия пользователя должен вызываться сразу напрямой обработчик этого действия. Лишняя сущность команды вам тут не нужна. Пример такого мы можем легко посмотреть в каком-нибудь реализации. Досчитайте, что любого графического интерфейса пользователя. Обычно у каждого контрола, там у кнопки, у какого-нибудь радио баттона, у скроллбара, у чего угодно, просто есть хендлер. Когда вы нажимаете, происходит некоторый ивент, и на этот ивент триггерится просто хендлер, который этот ивент обрабатывает. Никакие команды там не формируются. Потому что, ну, это лишнее усложнение вашего кода. Есть вопросы по команде? Хорошо. Следующий паттерн – медиатор. А что он говорит? Эта диаграмма, она, наверное, не слишком очевидна для начала. Но, в общем, как оно работает? Для чего оно нужно? Медиатор, да, это по-русски обычно говорят посредник. Для чего нужен паттерн посредник? Когда у вас есть несколько объектов, ну, самый простой пример, давайте начнем с самого простого примера. Когда у вас есть какой-то один тип данных, ну, например, там, не знаю, клиент мессенджера, да, пользователь, пользователь мессенджера. И у вас есть огромное количество объектов этого типа, и они взаимодействуют между собой. Понятно, что вы можете хранить ссылки непосредственно на объекты. Ну, понятно, да, там, вот, например, я там переписываюсь с Васей, и, соответственно, в моей программе есть ссылка на Васю. Я там переписываюсь с Петей, но я программа хранит ссылку и на Петину. Ну, на Петину инстанс программы, да? Ну, там, допустим, мы бы там не посетить тщательство, а в рамках, там, консоли. Ну, глуповат, конечно, звучит, но... То есть, идея-то вот в чем. Давайте все-таки, ладно, там, отключемся от класса, просто некоторые объекты. Тогда бы мой инстанс программы был вынужден знать о наличии инстанса у Коли, у Васи, у Пети, там, и у прочих, у прочих, у прочих. То есть, хранить для каждого, вот, там, IP-адрес, вот, там, порт, для того, чтобы, когда он хочет, когда я хочу кому-то из них послать сообщение, знать, куда посылать. Но это не выглядит хорошим планом, правда? Потому что сейчас Васи выйдет из этой аудитории, да, пойдет в другую, подключится к другому Wi-Fi, у него поменяется IP-шник, и что? Я ему не могу написать. Потому что мой инстанс программа будет пытаться писать ему в старое назначение, что, как бы, не очень хорошо. Но это такая, скорее, технологическая проблема. Если же мы... Ну, то есть, технологическая проблема тут в том, что все должны знать о всех. То есть, каждый объект должен знать о всех объектах, с которыми он взаимодействует. Понятно, в чем минусы технологические, да? Во-первых, это невозможность реализации некоторых сценариев, но это еще можно от этого отвлечься. Далее у Вас просто потребляется огромное количество памяти. Ну, представьте, у Вас тысячи объектов, и каждый должен знать о каждом. Каждый объект будет хранить 999 указателей на другие объекты, что выглядит, ну, глупо и избыточно. А при этом это еще медленно работает, тоже по понятным причинам. Но даже если отвлечься от технологических таких проблем, то есть проблема с точки зрения проектирования. Если у Вас программа реализована вот так, то получается, что у Вас в программе существует огромное количество связей. Соответственно, в любой момент, ну, эти связи нужно контролировать. И если у Вас какой-то объект, например, инвалидируется, то слишком много других объектов все равно продолжают у него ссылаться. Проблема очевидна, да? Теперь хочется вот это вот понятие медиатора чуть-чуть расширить. Мы сейчас говорили с Вами про такие, про рантаймовые вещи, да, что вот несколько объектов одного типа. На самом деле понятно, что типов может быть много. И это скорее такое второе применение медиатора. Там в какой-то степени более очевидно, в какой-то степени менее очевидно. Когда у Вас есть много классов, которые между собой как-то взаимодействуют. Но заметьте, они не просто там друг на друга ссылаются, потому что это бы тогда был паттерн структурный, назывался бы мост. А именно, когда они хотят выполнять какие-то действия. То есть один обращается к другому. Тогда понятно, что удобнее снова, вместо того, чтобы плодить огромное количество связей между классами, Вы сделаете некоторого посредника. И все запросы будут ходить через этого посредника. Но как бы тут надо быть аккуратным, потому что чаще всего в такой ситуации у Вас реально это мост. Но никак не медиатор. Медиатор – это вот прям характерный пример, когда у Вас много объектов одного и того же типа. Им нужно между собой как-то взаимодействовать. Самый простой пример. Ладно, этот пример не самый простой. Сейчас к нему вернемся. Самый простой – это вот этот пример. Что у Вас есть огромное количество самолетов. Все понимают, что когда самолет прилетает к аэропорту, он не просто летит и садится, как хочет. Есть некоторая диспетчерская вышка, которая говорит ему, когда ему можно садиться, на какую полосу и все такое. При этом вокруг аэропорта есть некоторые правила движения. Разные коридоры, разные эшелоны и прочее. Которые созданы для того, чтобы этот трафик как-то распределять. Представьте, если бы у нас, собственно, диспетчера не было, самолеты бы договаривались между собой. Поверим даже, что это бы как-то работало. Но Вы представляете, насколько выросли бы затраты... Видимо, диспетчер согласен. Так вот, Вы представляете себе, насколько бы выросли трудозатраты экипажа каждого самолета. Потому что одно дело, он общается с диспетчером, и это занимает какое-то время. Теперь он должен общаться с экипажем каждого самолета, который находится рядом. А их там штук 100 минимум. Ну, как бы... Они же не будут собирать группу в Телеграме, да? Шутки шутками, но даже вот такая группа в Телеграме это создание некоторого посредника. Вот даже мы с Вами, да? У нас есть группа в Телеграме. Фактически мы могли бы так, чтобы там... Каждый... Мы общаемся в личных сообщениях. Ну, это бы имело какие-то проблемы, да? Потому что я и так отвечаю небыстро. Если бы мне каждый писал в личку, я бы отвечал еще медленнее. Поэтому... Ну, сложность тут понятна в чем. Вот второй пример, который тут нарисован. Допустим, у Вас есть много пользователей и много баз данных. А фактически пользователь хочет, например, выполнить какое-либо действие. Ну, там, загрузить фотографию из какой-то базы данных. Для того, чтобы ему это сделать корректно, ему нужно знать обо всех инстансах, всех... Ну, обо всех инстансах баз данных. Дальше он должен каким-то образом... Ну, он, скорее всего, этого заранее не знает, поэтому... Ну, допустим, у Вас есть пользователи. На базах хранятся картинки. Соответственно, пользователь хочет посмотреть какую-то картинку. Как будет он выполнять вот в таком случае? Он пойдет в первую базу данных, спросит, у тебя есть эта картинка? Он говорит, нет, он уйдет. Пойдет во вторую, у тебя есть эта картинка? Нет, уйдет. Пойдет в третью, у тебя есть эта картинка? Есть. Ну, отдай мне ее. Соответственно, это будет занимать огромное количество... Ну, это сильно усложняет систему. Помимо того, что это, как я уже говорил, это будет медленно выполняться, так плюс к тому, что если Вы введете нового пользователя, Вы должны всем базам сказать, что появился новый пользователь. Если Вы введете новую базу, Вы должны всем пользователям сказать, что эта новая база появилась. Что выглядит не очень здорово. Поэтому логичнее, что мы вводим некоторый медиатор, который внутри себя распределяет запрос пользователя с конкретной базой. То есть он приходит к медиатору и говорит, так, покажи мне вот эту картинку. У медиатора есть просто общая табличка. Он знает, какая картинка на какой базе лежит. Он смотрит такой, ага, тебе нужно вон в ту базу. И перенаправляет запрос пользователя. Вот тут, смотрите, важное отличие, что если бы я сейчас сказал, не перенаправляет запрос пользователя, если бы я сказал так, что он берет вот этот запрос, такой, ага, окей, понял, пользователь висит тут. Дальше он идет сюда, говорит, ага, выполни сюда, сюда, и пользователь отдает. То есть в какой-то степени это было бы очень похоже на прокси. Ну, как бы, есть некоторый объект, к нему приходит некоторый запрос. Да, но вот, да, и вот этот вот посредник между юзерами и базами, он фактически проксирует. Но тут важно сказать то, что прокси – это в первую очередь некоторый объект, который контролирует доступ. Во-первых, а во-вторых, как мы помним, в базовом определении прокси, прокси повторяет интерфейс того объекта, который он проксирует. Это не адаптер, который интерфейс меняет. Вот тут же у нас медиатор, он как бы, наоборот, должен упрощать запросы, и в этом его ценность. Ну, этот пример я уже приводил. Как это реализовать? Ну, как реализовать, тоже понятно, да, что мы заводим некоторый общий инстанс. И там, если мы говорим вот снова про вот эту картинку, снова про вот эту картинку, да, мы завели посредника, все пользователи говорят посредникам, ну, каждый новый пользователь приходит и говорит посреднику, привет, я новый пользователь. Да, там, когда мы подключаем новую базу, база регистрируется посредникам, и говорит, привет, я вот новая база, у меня есть вот такие-то файлы. Дальше они продолжают работу. Тем самым получается, что вам гораздо проще расширять вашу систему как слева, так и справа. И связи у вас в системе становится меньше. Да, если мы посмотрим вот тут на левую картинку, тут связь каждого с каждым, да, то есть всего тут должно быть 9, да, 9 связей. Тут же у нас получается 6 связей. Понятно, да, что если у нас будет по 10 пользователей, то тут у нас будет 20 связей, а тут у нас будет 100 связей, что как бы, ну, я молчу уже про историю, когда у вас там 15 баз, миллионы пользователей, да. Одно дело держать там 15, одно дело держать там миллион 15 связей, другое дело держать 15 миллионов связей. И у вас просто даже нагрузка на, есть магазин, например, про сетевое взаимодействие, нагрузка на каждый из этих инстансов будет просто огромная. Но представьте, базе нужно держать 15 миллионов подключений. Ну, наверное, это дичь. Просто, причем абсолютно неадекватная, в том плане, что у вас огромная избыточность информации. С какими паттернами медиатор хорошо стыкуется? Вот с какими он, наоборот, плохо стыкуется, да, вот медиатор плохо стыкуется с фасадом. Вот можете объяснить, почему? Еще помним, что такое фасад? Ну, фасад просто интерфейс объединяет, а медиатор он переправляет. Поэтому если мы фасад ведем, то нам все равно проблемы решены не будут. Да. Никак. Да. Да, вот это правильный ответ. Ну и тут надо еще сказать, что ну, в целом, да, то есть, как бы, введение фасада вам проблему не решает. То есть, а если же вы попробуете каким-то образом, тут есть еще какой вариант, что вы будете реализовывать не фасад, а что-то там отдаленно его напоминающее, которое внутри себя будет держать не разные типы и выдавать им общий интерфейс, а который, например, будет каким-то образом агрегировать большое количество разных объектов, и у вас-то на вот этой вот картинке, да, будет, грубо говоря, вот одна группа вот так, одна группа вот так, и вот связь между двумя фасадами от этой группы к этой группе, то в какой-то степени это и будет медиатор, просто написанный не одним объектом, да, вот посерединке, а реально вы просто его не будете выводить, у вас, то есть, у вас будет вот так вот это один массив, вот так второй массив и какая-то логика между ними. Тогда вся вот эта картинка, это и есть медиатор. Ну, просто вы как бы объекты, которые, между которыми он выступает посредником, вы внесли внутрь него, что как бы делать тоже смысла нет, потому что медиатор не должен хранить эти объекты, он должен просто знать об их существовании. Понятен вот этот сейчас пример? Сейчас, а почему фасад, наоборот, плох? Вот если у нас добавится еще третья группа, например, из трех объектов, и вот человечки должны взаимодействовать с этой группой, то проще же каждую группу объединить в фасад, и потом уже вот этот промежуточный медиатор просто попал перенаправлять запросы в фасад. Ну, еще раз, вот смотри, то, что ты говоришь, да, так правильно, но тогда у тебя вся вот эта картинка, это и будет медиатор, просто инкапсулирующий объект. Фасад, если мы говорим о строгом определении паттерна, фасад не хранит объекты. Он внутри себя как бы прячет разные типы, и выводит общий интерфейс к этим типам. А тут у нас история как раз про объект. А если ты говоришь, что давайте мы сделаем группу юзеров, там, группу, там, админов, группу баз данных, и у каждой будет своя точка, то фактически, ну, вот это один вариант. Второй вариант вы делаете медиатор. Ну, внутри медиатора у вас также будет массив с ссылками на всех пользователей, массив с ссылками на все эти, массив с ссылками на всех админов. Стериально, если вы вот так делаете, три массива каждой типа с фасадом, с фасадом, то вот это все и будет превращаться в медиатор. Просто я говорю, тогда получается, что вы сами объекты инкапсулируете внутрь этого медиатора, что не совсем правильно, потому что он, помните, да, что один класс, одна функция. А тут получается, что у вас функция посредничества плюс еще функция хранения этих объектов. То есть это не совсем хорошо с точки зрения вот единой ответственности. Еще вопрос. Это что связано с фасадом. Теперь, собственно, когда, ну, что нужно тут еще сказать? Когда стоит использовать посредник? Вот я вам приводил пример, когда у вас много разных объектов. Но может быть, как я уже тоже оговаривался, может быть пример, когда у вас много разных типов, которые между собой достаточно сложно связываются. А у вас может быть ситуация, когда у вас есть некоторое множество типов, которые очень сильно между собой вот так вот переплетены. А это плохо тем, что у вас огромное количество связи. И ваша система становится достаточно жесткой, потому что для того, чтобы хоть что-то изменить, меняя всего лишь один класс, вам придется менять все, которые на него каким-то образом ссылаются или которые с ним взаимодействуют. Это достаточно трудоемкая задача. Поэтому в таких случаях тоже можно использовать медиатор. То есть это класс, который не будет иметь какого-либо отношения к прикладной задаче, а создан именно для того, чтобы просто упростить вашу систему. И тогда как мы помним, как этот закон назывался? Про АББЦ. Кто помнит? Про закон Диметра. Что если у нас класс Б имеет связь с С и А имеет связь с Б, то не нужно делать связь с АС. А должно узнавать АС через Б. Но вот фактически в таком примере Б это посредник. Б знает АС, ну, Б, даже так скажем, Б взаимодействует с С, А взаимодействует с Б. Соответственно, взаимодействие АС идет через Б. Тем самым вы можете кардинально уменьшить число связей в вашу систему. То есть, грубо говоря, у вас, например, какая-нибудь система, которая там, ну, снова чатик, да, наш любимый. У вас там что есть? Текстовые сообщения, видео сообщения, картинки. Допустим, у нас для каждого типа сообщений есть свой класс, который их обрабатывает. Для того, чтобы собирать некоторый общий чат, не нужно, чтобы они между собой все взаимодействовали. выводите некоторого посредника, который там агрегирует. Ну, давай так, скажем еще даже, чтобы было понять, не чат, а визуальное представление чата. Вот у вас формируется картинка, визуальное представление чата, да, там могут быть сообщения разных типов. Соответственно, вы как можете это сделать? Что грубо глаз формируете пустую, идете сначала там, кто подставит текстовые сообщения, потом кто подставит картинки, и так далее, и тому подобное. Но вот в конце концов вы сформируете, у вас будет большое количество разных связей. А вы можете сделать посредник, да, который говорит, так, сначала, значит, текст, это вот сюда, так, а тексту нужно понимать, а где картинки, потому что бывают подписи текстом под картинками, это я, значит, он сходит вот сюда, и все связи замыкаются на посредники. Тем самым, у вас в системе снова становится место там, ну, в полном графе у нас сколько связей? N квадрат, правильно? А так у вас получается всего N связей. При большом N это как бы очень важно. Плюс, к тому же, вы можете расширять вашу логику, просто добавляя какой-то новый объект, добавляя какой-то новый тип, делая его связь к посреднику и дописывая в посреднику какую-то дополнительную логику, вообще без изменения каких-либо других частей. Ну, то есть, например, посредник, если мы говорим теперь не про объекты, ой, не про типы, а наоборот про объекты, это вот пример, который я приводил, что у вас заводится новая база данных, не надо юзерам сообщать о ее появлении, вы просто добавляете ее, и внутри посредник, у вас дополнительная логика, что если предыдущие базы загружены, иди вот в эту базу, как бы и все. Следующий паттерн называется интерпретар, он же интерпретатор. А в чем он заключается? Ну, тут есть некоторая картинка, которая говорит, что есть некоторый общий абстрактный класс expression, внутри которого есть реализация терминальной expression и не терминальной expression, да? Ну, какой пример expression вам привести? Ну, наверняка все из вас писали калькулятор, правильно? Помните, там была обратная польская запись. Ну, чтобы удобно реализовать калькулятор, делать обратную польскую запись, кладете там в стэк, погнали. Вот там вычисление какой-то функции, да, там оператора, типа там сложения там и прочее. Это можно сказать, что это не терминальные символы, потому что они выполняются, их результат подставляется в исходное выражение и продолжается вычисление выражения. Да, терминалом является какой-то там спецсимвол, который означает конец строки, ну, либо просто конец строки. Вот это терминальная expression, потому что, ну, все, на этом мы заканчиваем обработку, да? Ну, это есть совсем на пальцах. Терминал – это то, на чем обработка заканчивается. Вот, допустим, у нас есть некоторые expression, которые генерируют клиенты. Вот мы хотим их каким-либо образом обрабатывать. Ну, то есть запрос пользователя формируется не как команда, а как некоторое там, ну, например, текстовое представление. Да, ну, то есть, вот пример с калькулятором. Пользователь не говорит, что типа запиши, ну, не присылает команду, типа сохрани единичку, сохрани двоечку, выполни команду сложения с этими объектами, да? Он просто вам представит общий некоторый expression, да? И там будет типа там 2, 1 плюс. Соответственно, вот такой expression вы хотите обрабатывать. Для этого служит, собственно, интерпретатор, что он берет этот expression и последовательно его обрабатывает. В каких случаях его лучше всего использовать, да? В первую очередь, вы хотите делать какую-то валидацию прав. То есть, приходит запрос от пользователя, вы хотите его обработать и проверить, что он там корректен. Ну, например, проверить, что какие-то данные подходят под то, ну, точнее так, выбрать данные, которые подходят под запрос пользователя. Да, ну, самый простой пример это какие-то регулярки, что пользователь вам присылает регулярку, вы смотрит, какие у вас в целом данные есть и выбираете тех, которые под эту регулярку подходят. Да, вот регулярку можно разбирать интерпретатором, что вы интерпретируете регулярное выражение, переводите его в какие-то свои собственные внутренние структуры или там объекты и с их помощью обрабатываете ваши данные. Ну, там, фильтруете, например. Самый удобный, самый часто используемый кейс интерпретатора, когда вы с его помощью читаете конфигурационные файлы. Да, конфигурационный файл, конечно, вы можете сохранять конфигурационный файл там в бинарном виде, да, просто бинарно считывать, дальше парсить какое, что, где. Ну, там, грубо говоря, вы там зафиксировали порядок следования чиселок. Вот вы их в бинарном виде сохранили, в бинарном виде считали, понимаете, какая чиселка, к чему относится. С точки зрения программиста, это наиболее удобный, простой, эффективный способ. С точки зрения пользователя, никакой пользователь не полезет вам в бинарные конфиги их что-то там крутить. Ну, то есть, полезет, но это, скорее, не сценарий, когда пользователю это хочется делать, а сценарий, когда вы, наоборот, закрыли от него всеми способами конфигами, и он хочет что-то где-то подкрутить. Да, то есть, у вас конфиги-то, конечно, есть, вы их спрятали, отпользовали в бинарном виде, но он сам туда лезет и что-то там пытается рандомно поменять. А самый реалистичный сценарий, конечно же, это когда у вас конфиг, это некоторый такой XML-подобный документ, в котором есть теги, где тег описывает свойства вашей системы, и внутри тега хранится какое-то значение. И, соответственно, вы читаете этот XML-файл, смотрите, какое свойство, какому значению, ну, какое значение надо выставить, какое свойство. И вроде все понятно и легко. Понятно, что пользователь такие файлы может заполнять в любом порядке. Поэтому, там, какое правильное использование, как правильно это обработать. Ну, вот с помощью интерпретатора, что вы читаете файл, сгоняйте его в интерпретатор, он смотрит первую строчку, такой, ага, понятно, что нужно делать. Нужно выставить вот такое-то свойство такого-то объекта, пошел, сделал. Так, дальше, вот эта строчка, это нужно выставить вот это свойство у другого объекта, ага, пошел, сделал. Тем самым, во-первых, у вас интерпретатор обладает какой-то, ну, у него одна функция. Это прочитать конфиг. И при этом вы все внутренности системы инкапсулируете в этом интерпретаторе. То, что только он, получается, знает о том, как конкретный текстовый конфиг транслируется в настройки системы. Потому что только он знает, как бы, какому тегу внутри конфига соответствует какой там вызов какого-то метода другого объекта, либо там какую настройку вообще нужно поставить таким значением, какую вашу внутреннюю настройку нужно поставить. Это вот как раз хороший пример использования интерпретатора. Ну и DSL это Domain Specific Language. Это когда вы делаете некоторые специальные такие а-ля языки программирования. Это могут быть как полноценные языки программирования, так и некоторые там упрощенные версии, типа там пользователь может набирать команду используя какие-то там три ключевых слова. Да, это там языком программирования формально может и можно назвать, но фактически, конечно, это что-то сильно просто. Но при этом вы с помощью интерпретатора можете эти команды пользоваться каким-то образом обрабатывать. Ну, то есть вы захотели написать, например, какой-то свой скриптовый язык. Ну или какой пример написать. Ну вот смотрите, вы пишете, например, бота для телеграмма, который устраивает опрос. Ну вот вам не нравится существующий бот, потому что там он, напиши название опроса, ты ему пишешь, да? Он тебе в ответ. Напиши первый вариант ответа, ты пишешь. Напиши следующий, ты пишешь. А вы хотите как сделать? Что значит? Вы пишете вопрос, на следующей строке первый вариант ответа, на следующей строке второй вариант ответа и так далее. Как только строчки кончились, значит, кончились варианты ответа. Ну вот вы хотите, вам так удобнее. Вот вы пишете такого бота. Ну вот, собственно, вот этот запрос пользователя как раз и должен обрабатывать интерпретатора. Он берет строчку, такой понимает, первая строка в сообщении пользователя, это текст вопроса. Обрезал, закинул. Дальше. Вторая строка, ну, каждой следующей строчки, это просто варианты ответа. Обрезал строчку, закинул как вариант ответа. Обрезал строчку, закинул как вариант ответа. То есть он интерпретирует, улетел. То есть он интерпретирует просто команду пользователя в таком виде. И на самом деле, внутри в бэке он может работать с тем уже существующим ботом. то есть он просто будет запрос пользователя брать его в формате как я уже сказал, что это одно сообщение внутри себя его обрезать, интерпретировать и потихоньку выдавать команды тому боту как бы вот и все понятно с интерпретатором? отлично с чем он работает хорошо? в первую очередь, конечно, интерпретатор хорошо работает с composite, как мы помним composite это некоторый паттерн, который позволяет ну скажем так отразить некоторую а-ля древовидную структуру любого уровня вложенности соответственно у вас также и команды пользователей могут быть любого уровня вложенности ну то есть если мы говорим, например, про калькулятор да, там вы можете ввести скобки скобка означает уровень вложенности ну вот за счет паттерна composite вы такие сложные объекты можете с помощью composite их сохранить и дальше интерпретатор использует правила какие-то обхода будет идти по этой структуре и это выполнять да помните, наверное, на первой лекции это, кажется, было когда мы говорили про компиляторы то есть фактически вы берете программу дальше она там перегоняется в абстрактное синтаксическое дерево и вот абстрактное синтаксическое дерево в реализации это не что иное, как composite ну по большому счету и дальше вы а интерпретатор, он, например, у вас умеет выполнять каждый из вот этих команд и вот вы делаете обход в определенном порядке и с помощью интерпретатор с помощью какого-либо инструмента делает обход в определенном порядке и каждую команду каким-то образом обрабатывает ну, например, вызывает хендлера для нее и вот тут мы приходим как раз к последнему на сегодня паттерну это итератор это как раз паттерн, который должен делать обход в правильном порядке да, то есть вот если у нас есть абстрактное синтаксическое дерево для его хранения мы используем composite дальше нам нужно его выполнить мы его обходим с помощью итератора и с помощью интерпретатора обрабатываем ну, то есть каждую команду обрабатываем последовательно что же такое итератор? итератор это на самом деле паттерн который говорит, что ну, скажем так, это некоторый способ как точнее так, это некоторый класс который позволяет вам делать обход сложных структур данных ну, а что значит обход? ну, это получение каких-то элементов из сложных структур данных ну, то есть ну, все вы, наверное, сталкивались там, итератор для вектора или там, для мэпа или там, для чего-то в чем главная особенность? что вы не думаете о том какая у вас там структура у вас есть итератор begin итератор end и, грубо говоря, там итератор плюс-плюс, да? ну, сдвиг к следующему тем самым вы можете достаточно простым кодом пройтись по всем элементам коллекции ну, вот тут это там и нарисовано что есть клиент, есть некоторый агрегатор ну, это, грубо говоря, как раз какой-то контейнер данных какой-то конкретный и итераторы, которые работают с этим и там у конкретного элемента есть некоторое... у конкретного контейнера есть функция создать итератор для этого конкретного контейнера ну, понятно, да, что там итераторы для вектора, итераторы для мэпа они разные почему они разные? потому что, во-первых, сами структуры данных разные ну, по логике и вот тут нужно сказать что итератор, на самом деле он может быть... это не просто обход да, что... итератор может быть внутри себя еще инкапсулировать и логику этого обхода то есть, если мы говорим про дерево вы можете реализовать итератор так что он... ну, допустим, у вас двоичное дерево поиск все у вас хорошо, да? тогда итератор у вас как работает? он говорит, что begin это самый маленький элемент end это самый большой элемент соответственно, как у вас будет выглядеть обход да, begin это самый нижний влево ребенок begin плюс один begin это его родитель begin плюс два это его правый ребенок дальше begin плюс три это родитель этого родителя и так далее ну, вот этот обход левый ребенок отец правый ну, как бы понятная логика у вас итератор может ну, а потом снова ну, да левый ребенок отец правый и итератор у вас инкапсулирует вот эту логику обхода но вы можете, например заложить другую логику что у вас ну, например итератор будет сначала возвращать левого ребенка потом правого ребенка а потом только отца до вас begin это будет самый левый begin плюс 1 это будет правый ребенок begin плюс 2 это будет их общий отец можете заложить наоборот обход с конца дата чтобы begin это был самый большой элемент то вы будете брать правого самого дальнего но самого глубокого потом родителя потом левый так далее то есть итератор у вас еще внутри себя сохраняет какую-то логику обхода если мы говорим вот про абстрактное синтаксическое дерево про интерпретаторы вот про композит у вас абстрактное синтаксическое дерево композит снова дальше итератором вы обходите в правильном порядке то есть левый ребенок правый ребенок отец и по очереди эти команды достаете отдаете интерпретатор интерпретаторах по очереди обрабатывать вот в целом картинка складывать для чего ну как уже сказано что итератор хорош когда у нас есть композит потому что он позволяет вам получать элементы в композите не не задумываясь о том как он внутри себя работает да то есть если мы говорим про ту базовую реализацию композит как мы говорили что у вас есть некоторый объект нод и внутри него есть некоторый массив нод то как будет работать итератор он будет заходить в ноду смотреть ее детей если они есть брать первого смотреть его детей если они есть заходить него и так далее какой-то момент детей не будет он возвращает значит вот это ну то есть в глубину как вот самый простой обход да а и итератор хорошо работает с факторе методом почему кто понимает ну потому что у вас может быть некоторый список или какая-то структура которую нужно создать соответственно итератор бегает по описанию этой структуры например по композиту и у факторе метода вызывает разные ну вызывает просто разные методы создания этих объектов вот этот вы там зашел а вот этот ну тут реально лучше всего конечно делать еще тут нужно было бы написать итератор интерпретатор факторе метод то есть итератор просто бегает по описанию интерпретатор смотрит что надо создать вызывает нужный факторе метод все достаточно просто понятно ну и соответственно тут еще нужно сказать есть вторая история это итератор с факторе методом что вас в структуру данных могут быть факторе метода для итераторов которые имеют разную например логику обхода или например итераторы могут давать разный уровень доступа но это вот уже такое навеянное стилем типа что есть там redon для итератора по которым нельзя например писать но конст итераторы они кажется зовут или там итераторы которые можно двигать там только вперед до for the итератор ну то есть у вас у которых есть только оператор там плюс ну плюс либо плюс плюс фактически вот вы можете для структуры данных для ваш создавать некоторые факторы методы которые будут делать разные итераторы собственно когда надо использовать итератор в первую очередь когда вам хочется скрыть от клиента какую-то внутреннюю ну внутреннюю логику работы вашей структуры данных ну то есть фактически вы хотите инкапсулировать логику работы вашей структуры данных но для чего вы делаете структуру данных чтобы получать доступ к информацию которая в ней хранится если вот вы напишите красно-черное дерево какие у вас варианты либо вы сделаете итератор тем самым вы позволите человеку брать данные из вашего красно-черного дерева и при этом не расскажет что у вас там внутри ну либо же вам придется прям расписать как он там выглядит внутри и как получать данные что вот есть корень и по корню иди да там и там ищи вот итератор он берет это на себя тем самым улучшает но не улучшает а позволяет вам капсулировать вашу логику это та история когда ну итераторы нужно применять тогда когда у вас нужно предоставить несколько вариантов обхода одной и той же структуры данных ну как я сказал что например дерево там левый родитель правый правый родители в зависимости от того например если вы в дереве поиск хотите получать элементы по возрастанию и по убыванию и итератор их ну понятно хорошо используется когда вам хочется иметь единый интерфейс обхода различных структур данных но это снова вот тогда мы заводим базовый класс итераторе делаем его конкретной реализации и это как раз таки пример из остеяли до что вас например сортировка она не при этом не реализован для каждой структуры данных на просто получает итератор begin и итератор end и между этими итераторами сортируют данные и это удобно это более общий более абстрактный способ работы потому чтобы во первых у вас сортировка получится абстрагируется от того в какой структуре данных она работает плюс такое но это не основная причина но дополнительный такой позитивный момент чтобы может например сортировать только часть массива вы не передаете итератор begin и end вы передаете там 5 и 15 значит от 5 до 14 включить у вас будут элементы отсортированы что тоже удобно вот на этом все